Теперь они здесь, вишни немецкие, на словацкой территории, в тепле и безопасности. Выезд из Украины для молодых ребят из Индии был особенно трудным, потому что у них нет украинских паспортов. Мы три раза пытались перейти границу с Польшей, но нас оттуда возвращали. Потом мы поехали в Венгрию, но на границе с Венгрией было так много людей, что нам пришлось вернуться и оттуда. И тогда Словакия открыла для нас свои двери. Для нас не может быть ничего лучше. Наши сердца переполнены радостью, мы очень взволнованы. Это все, что мы можем сказать. Они были в пути пять дней с ограниченным запасом воды и еды. Им пришлось скитаться от одного пограничного перехода к другому, где-то на автобусе, где-то пешком. Жестокость, с которой нам отказывали на границах, все потому, что мы иностранцы, просто разбило мне сердце. Чуть больше недели назад эти студенты из Индии жили нормальной жизнью. Они изучали медицину в Украине. Мы надеялись, что ничего не случится, что мы будем в безопасности. Но 24 февраля для нас все изменилось. С тех пор мы не могли спать по ночам. Только ляжешь, раздается вой сирены, надо бежать в убежище. У нас не было припасов, ни воды, ни еды. Они говорят, что один индийский студент погиб во время российского авианалета в Харькове. Одни мои друзья в Харькове, другие в Киеве. Я не могу без них. Мы ведь начинали вместе, у нас общие воспоминания. Мы не можем без них. Это все мои братья, вся Индия мои братья. Весь мир словно семья. Так что, пожалуйста, спасите их. Это все, о чем я прошу. Ожидая автобуса, который отвезет их в гостиницу, они уже мечтают о возвращении в Индию. Сразу поеду домой, обниму отца и скажу ему, я вернулся, и скажу маме, нет причин плакать, я дома. Через несколько дней ребята должны полететь домой. Индийское правительство организовало для них рейсы из Европы.